Все включен, все включен. Доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе утро. Начинаем урок. Вот звонят. Надо как-то перевести будет, сделать еще второй урок в Телеграме. В Телеграме буду проводить, наверное, прямой эфир в Телеграме или, чтобы могли видеть и в России этот урок, конечно, да, потому что Фейсбук и Инстаграм отключен. Значит, будем тогда идти в Телеграм, чтобы Тора доходила до каждого, кто в ней нуждается. Но напоминаю, что есть в Телеграм-канале, мы все уроки выкладываем и в Ватсапе мы все рассылаем. Так что кто хочет, тот найдет. И есть сайт же у нас, есть сайт, на который все выкладывается, ваикра.ком. Сайт открыт, работает, поэтому, кто хочет учить Тору, он сможет ее учить. Значит, сегодня мы начинаем с того, что смотрим, как обрести небо на земле. Вообще, человек должен определиться, в чем его смысл жизни, да? В чем его смысл жизни? И большинство людей не могут определиться, не успевают определиться, в чем у них смысл жизни, потому что их все время, все время то, что называется злое начало, и выраженное во внешних каких-то проблемах, оно не дает остановиться. То есть, человек всю жизнь, шалом, шалом, друзья, всем шалом, человек всю жизнь, обычный человек, он всю жизнь решает какие-то проблемы, куда-то он бежит, все время он чем-то занят. А если он не занят, так он тогда что делает? Он тогда развлекается, он сидит в телефоне, и у него нет секунды подумать о себе, о своей жизни, о тем, ради чего он живет, для чего он живет. Теперь, но если он вдумается, зачем он живет, то он поймет, что жить имеет смысл только ради духовного роста, духовного развития, соединения со Всевышним. И это смысл жизни. Когда ты нашел вот эту вот главную цель свою, то ради чего создан интеллект, то ради чего созданы желания, то ради чего создан человек, то ради чего создана вся система, то есть ты вот это можно себе представить так, что был у человека, например, в компьютер, и он этим компьютером, он не знал, как пользоваться, у него лежала такая ноутбук такой, да, вот, пластиковая штука, он думает, ну что на ней сделать? И он на ней салат все время резал, он резал на ней салат, и еще он думал, ну как можно его еще использовать, да, муха, муху не убьешь им, ну салат резать, вот я буду на нем салат резать. И вот он резал, значит, салат 20 лет на, не 20 лет, годик возьмем, резал салат на этом ноутбуке, а потом случайно открыл его, и оп, а это у него прямо вход в целый мир, да, у него вход в интернет, он думает, как вообще, а я на нем салат резал. Так то же самое человек, когда он в какой-то момент понимает, что его цель в этом мире это духовное совершенствование, когда он понимает, что его цель соединиться со Всевышним, и у него есть для этой цели заповеди, Тора, он может заниматься все время, то есть, если он включает вот это намерение соединиться со Всевышним, то тогда у него вся его жизнь вдруг начинает играть такими красками, он понимает, оп, я же не зря живу, я, у меня есть время от рождения до смерти тела, и я сейчас этот путь пройду, наберу заповеди Митцвод, и туда, на следующий уровень игры, в рай, потом воскрешение из мертвых, надо же подготовиться, разве будет Людмила Соломко готовиться, например, к Новому году, если она может готовиться к воскрешению из мертвых, конечно, воскрешение из мертвых важнее, потому что, это же важно, что мы себе, на вечность готовим какое-то новое состояние себе, хорошо, и вот нам обретение неба на земле, но когда ты нашел эту свою цель, то ты уже прямо здесь можешь, уже здесь обретать небо на земле, как? Вот сегодня очень удивительная вещь такая, нам совет дается, депрессия, тревога, пессимизм вредят каналам благословения свыше. В Зоаре, Зоаре это книга по Кабале, книга, которая рассказывает тайны, тайны Торы, в Зоаре сказано, существует нижний мир, наш мир, и есть мир высший, духовный мир. Как это работает? Смотрите, существует картинка, которую вы сейчас видите, вот вы видите сейчас меня на картинке, на телефоне своем или на компьютере, а существует сигнал, который эту картинку передает, и не было бы этого сигнала, не было бы картинки. Но человек может думать, да вот я вижу, вот главная картинка, вот, вот ицкак, вот мой телефон, вот главная картинка. А нет, картиночка это следствие, а причина картинки, это сигнал, который идет через Wi-Fi, там у кого Wi-Fi, это он через воздух идет, то есть, это невероятно, невероятно вообще, как доходит этот сигнал и картинка следствия. Так точно так же нам сказано, что весь нижний мир, в котором мы живем, весь физический мир, это следствие. А высший мир, это духовный мир, это тот сигнал, который идет, и потом этот сигнал здесь преображается в физический мир. Получается, нижний мир постоянно принимает от высшего, но принимает он точно в соответствии со своим положением. То есть, если есть телефон, у которого, у которого его экран, он воспроизводит, там есть, я не знаю, какие номера, допустим, тысяча каких-то пикселей, да, каких-то пикселей, назовем это пиксели, то есть, есть экран, который может тысячу воспроизвести, и картинка гладкая, яркая. А есть экран, который может 100 воспроизвести пикселей, и там картинка будет черно-белая, неяркая и размытая. Так, теперь получается, что нижний мир постоянно принимает от высшего вот этот божественный свет, но принимает он точно в соответствии со своим положением. Если нижний мир преисполнен яркой радости, ему дается просветление сверху. Погруженный в депрессию, тревогу, он подвергается строгому осуждению. Поэтому написано в псалмах «Служите Богу в радости», и радость человека приводит другую радость свыше. Есть об этом даже еще одно более жесткое такое выражение, что «эншхина шруя» «божественное присутствие есть только в радости». Пророки получали божественное откровение только в радости. Что нам из этого следует? Что для того, чтобы принять божественный свет и просветление сверху, нам нужно очистить свой экран и подготовить экран для принятия света. Как это сделать? Убрать очищение, убрать депрессию, убрать тревогу, убрать пессимизм. Это должен сделать сам человек. Как это делается? Это делается очень просто. Депрессия. Депрессия, я не говорю про клиническую депрессию, она уже следствие перестройки всей системы. То есть, если человек долго-долго-долго, он живет неправильно, в итоге его психологический экран, он может, не дай бог, превратиться в депрессию. И тогда врачи говорят, ешь таблеточки, и таблеточки, они химически тебе изменят твой экран на какое-то время. Тревога. Тревога – это до депрессии. То есть, обычно до депрессии идет какая-то тревога, там что-то еще, чтобы человек должен в депрессию, он должен войти в нее. Он вдруг не может прыг, и он в депрессии. Человек должен в депрессию, это очень непросто войти в депрессию. Теперь, значит, тревога. Тревога убирается с чем? Чем убирается тревога? Верой. Потому что тревога – это когда человек тревожится о чем-то, что пока не случилось, но по его предположению может случиться. И он тревожится, то есть он придумал себе какую-то картинку, и он эта картинка там будет через год, через два, может вообще не будет, а он всю эту картинку себе крутит, 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 у него зациклилась внутри в голове эта картиночка, и он эту картиночку себе видит, и все, он тревожится. Ой-ой-ой, какой страшный фильм. То есть это человек, который постоянно ходит на фильм ужаса в своей голове, представляете? Сам себе крутит, сам себе на него ходит. Теперь, чтобы его убрать, нужна вера. Вера, что все будет хорошо. А как будет хорошо? Тут без религии не обойдешься, потому что без религии человеку, конечно, ему будет плохо, он прав, тут не тревожиться надо, тут просто надо готовиться, что ему будет плохо, потому что он будет всю жизнь бегать в никуда, пытаться выстроить свою жизнь на каких-то выдуманных законах, там, общества потребления, какие-то там почет он гонится, какие-то там учит математике, думая, что вот математика ему обеспечит, конечно, значит, математика ему обеспечит там хорошую жизнь. Нет, не обеспечит ему математика хорошую жизнь. То есть верующий человек, он знает, что он верит в Бога. Бог ему дал жизнь, Бог его обеспечивал, Бог ему в нужный момент даст все, что ему нужно, и в нужный момент он уйдет физически из этого мира, а придет он куда? В мир духовный. Все. Вот это вот верующий человек, у него схема простая. Не верите? Верьте в другие схемы. Кто верит в другие схемы, ему постоянно нужно что-то искать, какие-то новые схемы, ему нужно праздновать годовщину Хатыни. Вы знаете, за историю мира умерло и было убито в войнах миллиарды людей. Миллиарды людей были убиты в войнах, умерли и так далее. Если об этом думать, то в принципе, ну очень плохо, жалко, очень жалко, и можно каждый день жить в скорби за миллионы людей, которых убили в этот день на протяжении всей истории человечества. Но смысл? Какой в этом смысл? В этом нет никакого смысла. Потому что у человека есть его душа, он проходит этот мир, и он получит результат своего прохождения мира в духовном плане. Этот мир не является целью жизни. Этот мир является средством для духовной жизни. И все. И тогда понятно. Значит, тревога, религиозный человек не тревожится. Даст Бог день, даст Бог пищу. Даст Бог завтра, даст Бог все, что нужно для завтра. Даст Бог еще 10 лет, он даст все, что нужно на ближайшие 10 лет. Все. Чего тревожиться? Теперь пессимизм. Пессимизм, значит, откуда берется пессимизм, который перекрывает божественный свет? Значит, пессимизм, он берется от того, что человек, он создает картинку своего мира, то есть он верит в негативные истории, и он все время тащит негативные истории в свое восприятие, в свое сейчас. Например, как стать пессимистом. Я очень просто стать пессимистом. Я спрашивал недавно одного человека, я говорю, как у вас дела? Он говорит, хорошо, хорошо. Я говорю, о, отлично, как приятно слышать, что у человека хорошо дела. Он говорит, хорошо относительно того, что будет завтра, потому что завтра будет точно плохо. Я говорю, о, почти, а смысл? Ну, почему вы думаете, что завтра будет плохо? То есть человек оценивает свое состояние относительно того, что он думает о мире. Например, можно сказать, что сегодня хорошо относительно того, что завтра будет плохо. Откуда ты знаешь, как будет завтра? А может, завтра будет хорошо? Может, завтра будет очень хорошо? Может, завтра будет так прекрасно, что просто я вчера сидел со своим одним знакомым, хорошим приятелем. Он как раз религиозный и оптимист. И он не тревожится. И он, значит, у него сейчас его бизнес остался в Украине. Все остановилось. Его жилье осталось в Украине. И дети, там, родители остались в Украине, сидят сейчас в бомбоубежищах. А он смеется, радуется. Я говорю, а что ты так радуешься? Он говорит, ты знаешь, я верю, что сейчас Украина превратится в Дубай, новый Дубай. Вот прям конкретно. Сейчас пойду туда 500 миллиардов долларов и в течение ближайших нескольких лет Украина будет как Дубай, вообще все в небоскребах новых, безналоговая зона. Весь мир будет в Украину приезжать и я ему говорю, слушай, прикольно. Он смеется, говорит, да, будет отлично. А здесь он сейчас живет. Он живет там, месяц ездил по чужим квартирам. Очень богатый человек. Месяц он там пожил, здесь пожил, там пожил. Сейчас он снял квартиру и говорит, я, говорит, просто счастлив. Я, говорит, просто счастлив вообще. У меня, говорит, за месяц первый раз душ нормальный, говорит. Душ, я вот под душем, я под этим душем стоял, говорит, и радовался, что у меня есть нормальный, классный душ. Съемная квартира. То есть весь вопрос, как ты относишься к будущему, весь вопрос, как ты относишься к настоящему, с чем ты сравниваешь, во что ты веришь, на что ты надеешься, это твой вопрос. Но когда ты внутри, вот то, что обретение неба на земле, когда ты убрал депрессию, когда ты убрал тревогу, когда ты убрал негативизм, пессимизм, и все это значит у тебя, на тебя идет божественный свет и ты вдруг замечаешь, что у тебя душ есть горячий, ты стоишь под этим душем и вместо того, чтобы думать про то, как будет плохо и как было плохо и скорбеть, и страдать и так далее, ты можешь сейчас получить удовольствие от горячего душа, сказать Всевышнему спасибо тебе, даст Бог день, даст Бог пищу, ты мне даешь в нужный момент все, что нужно, в этот момент на тебя идет божественный свет и тебе все становится ясно и понятно. Это обретение неба на земле, так оно работает. Это совет, вот мы сейчас прочитали первый совет. Теперь дальше, дальше нам рассказывается в этой недельной главе Шмини, как напоминаю, что мы каждый день мы читаем кусочек из недельной главы и значит с комментариями Раши пытаемся понять устная тора, комментируют письменную тору, что там было. Сегодня удивительный момент, удивительный момент, мы знаем, что Мошер Абейну семь дней готовил передвижной храм Мишкан и готовил Аарона, приносил за них жертвы и так далее, его сыновей. Потом, значит, воздвигли этот храм и на восьмой день начинает служить Аарон. Это мы вчера учили. И Аарон приносит жертвы, приносит жертвы и божественный огонь не спускается. Аарон боится внутри, что Бог его не простил за грех золотого тельца. Весь народ боится, что не простил его Бог за грех золотого тельца и не простил народ. И, значит, и тут в этот момент спускается с неба огонь и поднимаются жертвы на небо. Все, значит, Бог вошел в этот Мишкан, в передвижной храм, божественное присутствие проявилось. Все довольны счастливы. Что было дальше? Читаем. В АТЦ Эшмелев Нейошем и вышел огонь от Бога. Бог творец мироздания, Бог создатель, Бог тот, кто дает энергию всему этому миру, Бог, который сам является проявлением Бога весь этот мир и все действует на этой энергии. Его, когда-то один человек говорит Раби Ативе, покажи мне Бога, я в него поверю. Раби Атива говорит, давай покажу тебе. Пошли. Выходят, значит, на день, полдень. Раби Атива говорит, смотри в центр солнца, через 20 минут увидишь Бога. Тот ему говорит, я не могу смотреть в центр солнца, у меня глаза сгорят. А он ему говорит, так как ты хочешь Бога увидеть, ты даже на солнце не можешь смотреть. Это одна из миллиардов звезд, которые Бог сотворил и которому он дает энергию. Ты вообще, а как ты Бога хочешь увидеть, когда ты на солнце не можешь смотреть? Так вот, когда сделали храм, здесь было проявление божественного, то есть Бог проявляется в этом мире, но именно в той, в том формате, в котором человек способен его воспринять. И когда построили этот передвижной храм в пустыне, то спустился огонь от Бога и он спустился на жертвенник и поднялись жертвы все сожжения и значит все поднялось наверх и увидел народ ваире коль аам увидел весь народ ваирану ваиплю альтнеем и возликовали они рина это как песня они вау возликовали и упали они ниц вот так вот, чтобы не сгореть, потому что они боялись на это смотреть. То есть они чувствовали вот это духовное такое проявление, что они упали ниц и боялись на это смотреть. И тут взяли сыновья Аарона Надав и Авиу было у него на тот момент четыре сына два сына одного звали Надав второго Авиу взяли они огонь взяли они какие-то специальные совочки такие и начали делать воскурение какой-то особая тоже жертва значит принесли они перед Богом какую-то особую жертву воскурения и Эш-Зара Ашер-Лотсива Ашем они принесли ту жертву которую Бог он не приказал делать. Вот тут мы видим что так как лекарство молекула к молекуле молекула к молекуле идет, которая нужна и такое лекарство лечит а если молекула к молекуле потом там туда вставить килограмм сахара а потом опять молекула к молекуле а потом литр водки то такое лекарство может убить и они когда они приблизились уже к очень большому духовному постижению и они хотят хочу еще давай еще это у человека же есть вот это вот желание получать все время больше я не хочу еще приблизиться к богу сделали какое-то движение неправильное и что в отце эшмелев нашим и вышел огонь от бога в эту халю там и съел он их в муту лиф нашим и умерли они перед богом представляете то есть когда слишком близко приближайся к всевышнему то вот это вот граница когда ты с одной стороны знаете как вот тут вот холодно очень вот тут горит костер и ты от холода хочешь приблизиться костру и ты приблизился тебе тепло а ты хочешь чтобы еще теплее было ближе 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 об загорелся и это то что с ними произошло то есть они очень сильно захотели они хотели раствориться во всевышнем они может человек увидеть бога остаться живым и значит там они оба умерли ваём армаше ля арон и сказал муж и арону значит это то что говорил нам бог говоря что через близких ко мне я освещу свое имя в этом мире и он всевышний говорил что через близких именно через людей которые праведники близкие к богу происходит освещение имени всевышнего именно через события с ними мы узнаем что бог присутствует в этом мире это очень необычные события и маше говорит арону только что вот два сына его им зашел огонь прямо тонкие лучи огня зашли к ним говорят что в в нос зашли эти лучи огня и внутри они сгорели значит маше говорит арону это то что бог говорил через близких мне буду освещаться во воедом арон и молчал арон безмолв стал арон безмолв стал в этот момент он он ну очевидно не знал что сказать значит безмолв стал арон говорит нам устная тора что он был вознагражден за это молчание а какое вознаграждение он получил то что в потом бог именно ему сообщил одну очень большую тайну то есть он в этот момент когда он принял от бога то что произошло вот тут важный момент что человек он но готов принимать от бога чудеса спасение здоровья хорошую жизнь все готов а когда что-то идет не так не готов арон принял от бога что два его сына погибли во время освещения первый день работы в храме они погибли от этого огня с неба он промолчал бог говорит ладно теперь я тебе открою и открыл ему что-то очень важно что открыл только ему дальше я чуть пропускаю потому что мы идем быстро и значит их вытащили из святая святых и значит сказал муж и арону и двум братьям элязару и тамару было четыре сына у арона двое погибло двое осталось элязару и тамару сказал муж и им значит волосы на головах не рвите не не раз как сказать не растрепывайте и одежда ваших не разрываете чтобы вам не умереть и чтобы не разнивался бог на всю общину а ваши братья весь дом израиля оплативать будут сожженное то что жег бог да что сказал им муж и рабей но он им говорит смотрите то что произошло это сейчас святая святых мы зашли в во дворе царя то есть все тут 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 совершенно другое теперь отсюда учится что когда умирает близкий родственник есть законы траура есть законы траура это нельзя стричься бриться помните 30 дней вот у меня как отец умер я не стрикса не брился и в момент когда умирает близкий родственник разрывают на себе одежду я когда отец умер тоже порвал на себе рубашку специального так вот рвут на половину до сердца и значит отсюда мы учим что вот эти законы траура но сказал муж и им вы не делайте вы сейчас на служение всевышнему вы не должны быть в трауре не может человек быть в трауре служить всевышнему это не соответствует бог добро бог любовь если ты в трауре значит и что-то неправильно делаешь или не понимаешь и он им говорит вы продолжаете служение не будьте в трауре а весь народ весь народ израиля он будет оплативать будет оплативать сейчас ваших твоих сыновей надо выявил это очень интересно значит очень интересно дальше он им говорит такую вещь очень важную да он им говорит он им говорит такую вещь он им сказал не отходите от входа в шатер потому что на вас масло помазание они были смазаны вот этим маслом помазания не отходите а то умрете то есть они были в состоянии духовной близости ко всевышнему и любое их неправильное действие могло их убить теперь и он им сказал следующую вещь и говорил вот эта тайна которую бог открыла арону и сказал бог арону говорят вино я ин ва шахар вино и пьянящая не пи не пейте не ты священник не сыновья твои когда вы входите в шатер откровения в ло тамуту и не умрете мы это будет для вас вечным законом на все поколения то есть священникам которые соединяются со всевышним запрещено пить вино и быть пьяными это очень важный закон вот кто-то спрашивал дамир спрашивал все время про алкоголь как иудаизм относится к алкоголю вот здесь прям прямым текстом написано что бог лично сказал арону священнику что нельзя заходить пьяными в шатер откровения это закон вещь вечный на все поколения и нельзя им было для чего объясняется что вы могли разделять между святым и между будничным между духовно чистым и духовно нечистым и чтобы вы могли из обучать бне истраэль сынов израиля всем законам которые бог говорил вам через моши все это колено священников что мы отсюда видим давайте подведем итог давайте подведем итог первое чего мы начали что божественное присутствие приходит чеку когда он в радости и и чтобы быть в радости нужно убрать от себя тревогу пессимизм Пессимизм и тревогу, пессимизм, депрессия. Обиду, тревогу, пессимизм, депрессия. Это был кусочек, который из книги «Как обрести небо на земле». Дальше нам приводится отрывок из Торы, что в момент, когда Аарон и его сыновья начали служить в храме, то в этот момент Всевышний максимально открылся, и в этом максимальном открытии погибли два праведника, два сына Аарона, которые слишком близко приблизились к Всевышнему. Мы видим, что такое происходит. Люди, которые даже близкие к Богу, обычно говорят, знаете, Бог забирает лучших, что когда человек слишком приближается к Богу, то вот эта вот божественная сила, энергия, она может и сжечь ему что-то сжечь. И они погибли. Мы видим, что Аарон и его вторые сыновья, они не стали из-за этого оскорбить. Бог им сказал, нельзя оскорбить, потому что когда ты служишь Всевышнему, нельзя быть в скорби. То есть это как раз была такая иллюстрация того, что написано в книге, нам как совет, чтобы убрать тревогу, убрать депрессию, убрать пессимизм, верить, что все будет хорошо, с Божьей помощью война остановится на этой неделе. Вот прям мы все молимся, я верю, остановится на этой неделе война, выйдут российские войска из Украины, и в Украине будет второй Дубай, который будет просто вот прям, она рассветет, потому что все эти разрушения, 3 миллиона беженцев, уже почти 4 миллиона, они должны вернуться в дома. Это ужасно, когда 4 миллиона человек оказывается без средств существования, без работы, без дома, в чужих странах, не по своей воле. Когда человек переезжает по своей воле, так это одно, но когда его выгоняют, и он убегает, и он не хочет, то этим людям сейчас 4 миллиона, вот им нужно просто принять, иначе они просто сами себя уничтожат своим состоянием. Поэтому, если уже так произошло, нужно уметь принимать, нужно уметь верить в то, что будет хорошо, нужно надеяться на это хорошо, и тогда Всевышний даст силы для того, чтобы это хорошо создать. Все, значит, я желаю, чтобы был мир, Дэн Дубравин, чтобы был здоров, счастлив, все твои близкие, и все хорошие, добрые люди, чтобы были счастливы, чтобы ни с тем не было никакого вреда, и чтобы Всевышний спас всех хороших, добрых людей. А на злодеев, которые хотят убивать, чтобы на них их зло пришло на самих, вот кто хочет нападать и убивать других людей, чтобы на них это зло пришло. Все, удачи, успехов, всем счастливо, хорошего дня. Продолжение следует...